Всем привет! Сегодня у нас пойдет речь о таких акулелях, как Enia X1, корпус сопрано. Будет не только сопрано, а... Не, ну будет сопрано и несколько его ответвлений. Сейчас расскажу вам поподробнее. Очень многие знают, что я являюсь обладателем вот такого вот замечательного инструмента. Это та же самая Enia X1, сопрано, подписная. Но это еще старая версия. То есть, есть у нас старая версия, есть новая. Тоже вам в процессе видео расскажу, в чем разница. К нам недавно приехали две совершенно замечательные, смешные формы. Вот это укулеле. Давайте я вам про них расскажу. Первое. Это у нас вот такой вот корпус, такой вот овальный. Называется он Pineapple, то есть в переводе ананас. И, если не ошибаюсь, это является одним из таких, из первых вообще вот корпусов укулеля. Могу, конечно, ошибаться. Попросите меня в комментариях, если я ошибаюсь. Но я был вот в музее, на Маяковской музее вот музыкальных инструментов. И если там висят тут укулеля, то вот в основном вот вот такой вот формы. Старые, старые. То есть, там и грифа широкие, и подставка неизвестная с чего. Струны непонятные какие. В общем, очень забавно выглядят. И это, я так думаю, такая вот дань старине, дань тем временам. Вот решили сделать вот такой вот корпус. Он у нас есть. Приходите, посмотрите, попробуйте. А есть еще более забавный. Это вот такая вот сковородка. Можно так назвать. Этот корпус называется Round, то есть круг в переводе. Может быть, да, для кого-то будет непривычно ее будет держать. Но ко всему, конечно же, можно привыкнуть. И что самое интересное, вот все вот эти три корпуса, они отличаются по звучанию. Мы вам попозже запишем все это, покажем, расскажем. Надеюсь, будет слышно. А так, конечно, приходите живьем, чтобы сравнить, пощупать, послушать. Казалось бы, да, все эти три укулеле считаются укулеле сопрано, но они совершенно разные по звучанию. Идеально будет для подарка, для какого-то прикола или играть самому. Потому что, собственно, почему я себе выбрал укулеле сопрано именно вот эту? Потому что в таком маленьком корпусе она выдает какое-то невероятное звучание. Очень объемное, очень сочное и интересное. Это большое достижение, на самом деле, для такого корпуса. Собственно, почему такое звучание происходит? Потому что она сделана из HPL-материала, который, собственно, и дает тот самый отобъем, ту самую жирность вот этому звуку, даже в маленьком корпусе. Плюс этот материал, он не боится ничего, ни перепадов влажности, ни температуры, ни дождя, ни снега. То есть, с ним можно играть где угодно и когда угодно. Что большой плюс. Далее, теперь я вам расскажу про старые версии и новые. Я являюсь обладателем именно старой версии. А старая версия заключается в том, что раньше делали накладку и бридж из палисандра. Ну, как и все, на всех почти что инструментах, струнных, на гитарах все время был палисандр. Но сейчас это все приходит к тому, что палисандр вообще исключают из гитарного мира, скажем так. Из него не будут делать инструменты, не будут делать какие-то детальки. Все это будет в заменителях. Бывают и течебани, и микарта. Но в них, на самом деле, есть тоже очень большой плюс. Вот в отличие от моей укулеле, накладки из микарты и течебани, они не будут усыхать. То есть, у меня уже было несколько случаев, когда вылезали лады и приходилось их подтачивать, чтобы они не царапали пальцы. Потому что накладка здесь усыхает. Соответственно, с бриджем тоже может быть там что-то как-то... Ну, на самом деле, у меня пока не было за пару лет используем. Но тем не менее, тот материал, он не будет усыхать, не будет пересыхать, и вам не надо будет о чем-то беспокоиться, о каких-то неудобствах и прочее. Я выбрал сопрано из-за звучания. Из-за удобства тоже, но это больше второй момент, чем первый. Первый, конечно же, из-за звука. Это такой традиционный звук укулеле сопрано, но который перемешивается с тем самым объемом, который выдает вот этот материал. Поэтому она мне так очень понравилась. То есть, это такой самый-самый традиционный звук. Чем же другие отличаются от нее? Например, ананас. Он имеет больше жирности. Ну, на самом деле, можно даже посмотреть на ту и другую и понять, что у той классической формы как будто звук немножко срезается, как и сам корпус. Здесь, конечно, все это звучит жирнее. Как-то так. А раунд наш кружочек, наша сковородочка, самая необычная. У нее звук совсем другой. У нее нет вот этого вот объема, вот этой вот жирности. Она, можно сказать, звучит даже немножечко коробочно, но это может быть также и плюсом. Потому что, кстати, очень многие приходят и ищут укулеле наоборот, чтобы она звучала необъемно. То есть, им напоминает эту гитару, а они хотят чего-то совсем другого. Вот отличный вариант, например. То есть, здесь больше верха и меньше такого вот объема, вот этой вот гнусавости, которая вот есть у тех ребяток. В общем, звук у всех трех укулеле просто бомба. Опять же, повторюсь, для такого размера это большое достижение выдавать такое звучание. Теперь переходим к не менее интересному. Это комплектация. Расскажу на примере моей. Опять же, ну, ко всем остальным подходит все аналогично. Суперский чехол Эня фирменный. Он очень плотный, очень надежный. Не боится дождика. Поэтому с ней все будет в порядке. Такой вот толщины. Очень надежно защищает от падений, там, от ударов, если куда-то носить будете. Еще к ней идет вот такая вот классная сумочка. А в сумочке у нас, во-первых, тюнер для настройки. Капа-адастер менять тональности. Ремень, чтобы было удобно играть стоя, ходить, не плясать, делать чего угодно. Классная микрофибра, качественная тряпочка для протирки. Пара легких медиаторов, тоненьких вернее. В основном на укулеле играет пальцами, но если кто-то предпочитает все-таки медиатор, то, как правило, играет самыми мягенькими. Вот здесь прямо уж шикарно. Здесь 0,5 и 0,73 миллиметра. То, что нужно. Далее, комплект запасных струн. Еще очень прикольная, необычная вещь. Это шейкер. Эта штука одевается на палец, и можно играть аккорды и одновременно перкуссию выдавать. Очень классно. Так, и последний идет к ней ключик шестигранник, анкерный, чтобы можно было снять гриф, если что. Кстати, тоже немаловажный момент. Если вдруг происходят какие-то поломки, дефекты, там, если укулеле упало, если с ней что-то произошло, то необязательно менять инструмент полностью. Можно просто открутить ее гриф, ну, если повреждение в районе грифа, и поставить к ней новый, все это просто меняется, и не надо ни о чем париться. Итак, еще раз. У нас сегодня в гостях был ананас. Вот такой вот кружок по кличке сковородка мы его так прозвали. Ну, и, конечно же, классическая, вот как моя. Очень многие на сайте нас спрашивали, что это вообще такое, чем они отличаются друг от друга, почему у них такие смешные формы. Надеюсь, мы немножко прояснили вам эту информацию. Так что забегайте к нам в гости, мы вместе попробуем их, послушаем, поиграем, выберем. Если вы далеко, то смело заказывайте любую понравившуюся, мы ее надежно упакуем, вам привезем в ближайшие сроки. Всем спасибо, до новых встреч.